Церковный круг Достаточно противоречивые, иногда обманчивые впечатления об этих церковных кругах, потому что вместо реальных церковных кругов, вместо духовенства, преподавателей, семинарий, грамотных, образованных православных людей, в качестве церковных кругов мы видим людей с очень длинными языками и с очень короткими мозгами, говорю вам честно и откровенно. Длинные языки, короткие мозги, конец света, три шестерки, штрих-коды, паспорт с такими биометрическими данными, паспорт с другими биометрическими данными, карточка пластмассовая такая, карточка пластмассовая эдакая. Конец света планируется на завтра, на послезавтра, на третий день. Вот так называемые церковные круги, какую информацию нам несут. А потом люди благонамеренные, благочестивые, но, может быть, не очень опытные, задают священникам вопросы. Узнаете, батюшка, в церковных кругах говорят, что вот уже в этом году будет конец света. И чтобы не было конца света, надо ни в коем случае пластмассовая карточка не пользоваться. И паспорт тоже надо брать другой, на котором нет биометрических данных. Ну, что тут скажешь? Понимаете, это, по большому счёту, не просто дурь, это клевета на церковь. Это средства, которыми сатана, дьявол, затуманивает мозги верующих и отвращает, отталкивает тех людей, которые могли бы стать верующими, которые должны стать верующими. Когда человек, приходя в церковь, вместо Христа, его учения, его Евангелия, его жизни христианской, узнаёт, что, оказывается, всё дело в пластмассовой карточке и в штриховой маркировке на бутылке молока, ну, скажет, что это дурдом, зачем я это и забыл. И уйдёт в противоположном направлении, и буду говорить, в каком. Так что, дорогие мои, это не церковные круги, это противоцерковные круги. Это, как бывает, вот город есть, который враг осаждает, он тоже вокруг города делает стену, кольцо из разного рода укреплений. Вот это те самые укрепления, которые враг построил вокруг церкви. Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok